Сегодня в рабочем поселке Старая Майна двойной праздник. В этот день православные христиане чествует боголюбивую икону Божией Матери, а Богоявленскому храму, в котором она пребывает, исполнилось 200 лет. Первая церковь в селе Богоявленском, так называлась Старая Майна до 1917 года, была деревянной и вскоре сгорела. На ее месте в 1823 году возвели каменный храм, средство на строительство которого пожертвовал известный в те годы дипломат, литератор и начинающий государственный деятель граф Дмитрий Николаевич Блудов. В советское время храм был закрыт и разрушен. Милостью Божией наш храм, хотя он и пострадал, но все-таки основа храма, стены, они сохранились. В 90-е годы он был возвращен в нашей епархии в очень плачевном состоянии, в состояние разрушенном, поруганном, оскверненном. И благодаря нашим прихожанам, благочестивым, неравнодушным людям, потихоньку, с 90-х годов он начал восстанавливаться. Икона Пресвятой Богородицы «Боголюбивая» является списком с боголюбской иконы. Она была написана в конце 19 века для боголюбского храма села Ивановка. Икона находилась в нём до его закрытия в 1960 году, после чего её следы надолго затерялись. Обнаружил святыню преснопамятный отец Алексий Скала в запасниках Ульяновского краеведческого музея. Вскоре икону вернули в родные места, но не в Ивановку, а в Богоявленский храм Старой Майны. Вопрос решался о том, когда храм в Ивановке был восстановлен, как икону эту возвратить туда, на её место, как говорится. Но владыка Прокол тогда разрешил эту проблему так. Он сказал, что эта икона останется здесь, а с неё напишут список. И вот список сейчас этой иконы находится в Ивановке. Сегодня там тоже большое торжество. Чудотворная боголюбивая икона Божией Матери является одной из самых почитаемых святынь Симбирской митрополии. Издавна паломники со всей необъятной России приходили в Ивановку, село, в котором первоначально находилась икона, чтобы поклониться Божией Матери. Вот и сегодня помолиться перед чудотворным образом приезжают люди из разных уголков региона и не только. По горячим просьбам нуждающихся в помощи людей происходит много чудес и исцелений. Она мне практически всегда помогает. И добираться до храма, и ограждает меня от всяких бед. Я это чувствую и благодарна ей. Помощь я получаю всегда. Получаю помощь. Я иногда даже не верю. Думаю, как это может быть. Вот даже в житейских делах, в нуждах, не во всех там больших делах просишь. И получается, получается даже то, что казалось бы, не могло сбыться. 1 июля, в день празднуя в честь боголюбивой иконы Божией Матери и 200-летия Богоявленского храма рабочего поселка Старая Майна, состоялось соборное служение архиереев Симбирской митрополии. Божественную литургию в Богоявленском храме совершили митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин, епископ Ардатовский Иотяшевский Вениамин, епископ Барышский Индинский Филарет, епископ Меликесский Чердоклинский Деодор в сослужении духовенства митрополии. По окончании литургии был совершен крестный ход. Затем был совершен молебен перед чудотворной иконой Божией Матери. Митрополит Лонгин напомнил собравшимся на богослужении об истории боголюбской иконы. И ее значение для России, а также поблагодарил паломников из других городов и сел области, приехавших в этот знаменательный день, чтобы помолиться перед почитаемой святыней. Есть такая замечательная поговорка о том, что к пустому колодцу люди приходят. И если бы не было вот этого непрекращающегося во протяжении веков и тысячелетий потока благодатной помощи от Царицы Небесной. Когда люди молились перед ее святыми иконами, то, наверное, многое было бы забыто. Но Матерь Божия всегда является ходатайцей, заступницей и покровительницей христианского рода. И сегодня многие чудеса и исцеления истекают для приходящих с верой и любовью к этому святому образу боголюбивой Царицы Небесной. Епископ Диодор также поздравил верующих. Напомнил о том, в каком состоянии находился храм после периода гонений на церковь, и поблагодарил настоятеля, протеерея Константина Фролова, за понесенные труды по его восстановлению. Здесь был жалкий остов от этого храма. Не было ни куполов, ни колокольня, обезображенный алтарь. Даже не было надежды, что его можно было восстановить. Но трудами всех нас с вами и тех, кого уже нет с нами, многих добрых людей, этот храм приобрел фактически былое величие и былую славу. Во внимание к трудам на благо церкви епископ Диодор вручил орден преподобной Ефросинии, великой княгине Московской, третьей степени, матушке Юлии Фроловой. Церковных наград были также удостойны благотворители Богоявленского храма рабочего поселка Старая Майна. После этого у храма состоялся праздничный концерт, организованный администрацией поселка и Меликесской епархией. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы продолжаете присылать нам свои вопросы. И сегодня на них ответит митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Первый вопрос от Василия. У нас родился сын, мы хотим его окрестить, но, к сожалению, среди друзей и родственников нет верующих. Можно ли попросить нашего батюшку из церкви, в которую мы ходим, стать крестным? Если он откажет, возможно ли обойтись без крестных? Если Вы сами, люди верующие, церковные, посещаете храм, исповедуетесь, причащаетесь, участвуете в таинствах церковных, то, во-первых, можно попросить батюшку, тем более, если Вы его знаете, и он знает Вас. Другое дело, сможет ли он на себя взять обязанности крестные? Это все-таки достаточно хлопотное дело. Если сможет, очень хорошо. Если не сможет, не обижайтесь на него, потому что священник, человек занятый. И по-настоящему уделить внимание Вашему подрастающему булашу ему будет непросто. В крайнем случае можно крестить без крестных, если родители сами являются по-настоящему воцерковленными, верующими людьми. Наверное, можно обратиться к прихожанам в церкви кто-нибудь? Да, если Вы ходите в храм, прозвучал такой вопрос, что с одной стороны, среди наших друзей и знакомых нет верующих людей, а с другой стороны, храм, в который мы ходим. Вот вопрос, что подразумевается по словам «ходим в храм». Если человек ходит в храм, как я уже сказал, регулярно, постоянно, то люди, стоящие рядом с ним на богослужении, они не могут быть ему чужими. Они, ну, вольно-невольно, они знают друг друга. И вполне можно попросить кого-то из прихожан, если удосужились за это время познакомиться с ними, можно попросить кого-то из прихожан стать крестным. Но в крайнем случае можно крестить и без крестного. Следующий вопрос от зрительницы. Может ли православная христианка заниматься йогой? Действительно, после занятий йогой чувствуется прилив сил? Ну, йога – это некий комплекс таких психосоматических упражнений, которые, так сказать, в комплексе влияют на человека, и на его физическое, и на его душевное состояние. Там есть, насколько я знаю, я никогда не ознакомился близко с йогой, но я знаю, что все-таки это физическим упражнением соответствует еще и некая идеология. Назовем это так. Или квази-религиозные какие-то вещи, убеждения, символы. Я бы не советовал. Потому что это достаточно сильно переплетено, и отделить физику от психосоматики очень сложно. Поэтому я бы не советовал. Ну, это, наверное, касается и других восточных единоборств. Да, совершенно верно. Тем более, что систем, скажем так, оздоровительных, систем, поддерживающих физическое состояние человека, без примесей вот этих восточных религий, или, так сказать, квазифилософских каких-то учений, вполне достаточно можно найти себе любой комплекс, так сказать, упражнений, которые будут действованы. Спрашивает Юлия следующий вопрос. Работаю в сельском клубе, хочу открыть музей. Сегодня принесли старое Евангелие. Как-то на душе тяжело стало, так как считаю, что такие вещи должны храниться при церкви. Как мне поступить? Музей, во-первых, это очень хорошо. Я сразу хочу, вот, автор вопроса, поблагодарить за эту замечательную мысль. Музей – это очень хорошо. Что касается церковных предметов, почему бы? Они могут вполне быть в музее, тем более это старинные какие-то вещи. Наверняка есть у людей какие-то иконы, может быть, уже старые, или еще какие-то книги церковные. Мало ли, когда в 20-е и 30-е годы разоряли наши храмы, люди верующие спасали все, что могли. Несли домой какие-то иконки, какие-то предметы, утвари, облачения. Потом, когда храмы открывались уже в наше время, ведь очень много икон и утвари, церковных было возвращено верующими людьми. Поэтому, если в селе нет храма, то вполне возможно, что музей может содержать какие-то отдельные предметы, касающиеся жизни церкви. И вполне можно посвятить этому какой-нибудь стенд. Я видел такие музеи сельские, где, смотришь, там, кодила старая лежит, какой-нибудь крест на престольной, евангелие, молитвослов, псалтирь, какие-то книги, может быть, потому что были верующие люди, которые даже предвоенные, послевоенные годы порой собирались по домам и там таким мирским чином даже совершали богослужения по книгам, по церковным книгам. Ну, они уже скончались, их сейчас уже практически не осталось, таких людей. Я думаю, что вполне возможно это сделать. Далее спрашивает Алексей. Если не помнишь, крестили тебя или нет, сейчас, кстати, таких людей много, к сожалению, и не у кого об этом спросить, можно ли креститься, мне 45 лет. Нужны ли в данном случае крестные? – Если Алексей решил покреститься, потому что он стал христианином, он уверовал в Бога, то крестные могут быть, но не обязательно. Конечно, лучше всегда иметь какого-то человека такого, с которым в добрых отношениях друга или товарища, который при этом верующий, православный, практикующий христианин. И он может быть крестным. Опять же, как и в первом вопросе, если такого поблизости нет человека, то можно без крестного принять крещение. У нас очень много людей, которые не могут подтвердить или опровергнуть факт своего крещения во младенчестве. Условия были такие, что для того, чтобы крестить ребёночка, люди иногда ехали за 3-9 земель туда, где их никто не знает. Потому что, если крестить ребёнка дома, то была опасность, что, во-первых, было обязательное требование предъявить паспорт. Ну, в церкви не могли его обойти, это требование. И если предъявляли паспорт, потом об этом сообщали на работу, по месту учёбы, начинались проблемы. Скажем, в 70-е, 80-е годы уже не выгоняли с работы, не сажали в тюрьму, как, скажем, в 30-е. Но всё равно проблем можно было получить достаточно много. Поэтому люди ехали куда-нибудь за 3-9 земель и уж, конечно, старались покрестить, чтобы никаких материальных следов, в том числе и записей, нигде не оставалось. Потом родственники умирают, бабушки, дедушки умерли. Мама то ли знает, то ли... Вроде бабушка крестила. Опять же, как бабушка крестила? Иногда крестили сами люди верующие, церковные. Вот, как я сказал, читали, собирались по домам и служили таким мирянским чином службы. Так и крестили младенчиков. Дело в том, что из всех таинств церкви крещение – это единственное, которое может совершить обычный мирянин, не священник. В случае необходимости, когда священника нет поблизости. И поэтому очень многие такие крещены, как это даже говорится, бабушками. А бабушка крестила. Берётся святая вода, поливается, с словами «крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа». Аминь – то, что говорится, когда крещаемый погружается в купель. Поэтому вполне возможно, что и такое было. Но это крещение надо восполнять ещё в храме. Поэтому для таких случаев есть такая практика. Человек, который не знает, был ли он крещён или нет, приходит и крестится. И священник, когда его крестит, крестит его с формулой. «Аще не крещён». То крещается раб Божий, допустим, Иоанн, «аще не крещён», если не крещён. И дальше совершается, собственно говоря, вещь не крещения. Потому что, действительно, мы не можем зачастую выяснить, было ли крещение или не было. Поэтому я этому человеку могу посоветовать прийти в храм и рассказать об этом, о том, что он не может знать факт своего крещения, и попросить крестить его с такой формулировкой. Любой священник это знает и это делает. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова